Привет, друзья! Знал бы это Маяковский, знал бы это Гоголь, знал бы это Есенин, никто бы не повесился, не застрелился, потому что они же напряжение, которое у них возникало, они же из этого производили произведение. А был такой момент в жизни, когда это стало никому не нужным, и они вот застрелились, повесились там, Есенин говорил, я Божья Дудка, значит, через него вся природа проходила, а он её поэтизировал. Ну да, Божья Дудка, так вот, слушал вчера Родзинского, такое счастье, что есть такие умные дуди, как хорошо всё рассказал, а я бы добавил то, чего, конечно, было раньше до меня никому неизвестно. Вот это снятие напряжения, выпустить пар, можно, конечно, не только создавая произведения, но не только писая поэмы или стихи чудесные, которые вдохновляют потом человечество на светлые мысли и светлое будущее. Не только рисуя картины, как я там, или писая книги, как я, или готовлю олимпийских чемпионов, как я, но можно проще всё это делать, об этом я уже говорил, можно просто выговариваться. Вот я сегодня встал, снег пошёл, состояние такое грустное, там где-то идут войны, там где-то идут кризисы, а я хожу по комнате. Что я вам советую? И выговариваюсь, я говорю, как всё безобразно, кому я нужен, вот снег пошёл и тоже никому не нужен, потому что вчера утром посмотрел, голуби всё время ходят и клюют, и клюют, и клюют. И вспомнил, как Христос говорил, вот птицы Божьи не съеют и не жнут, а живут. А я смотрю, как они живут, действительно, по зёнышку, да. А сегодня смотрю, снег пошёл, а я уже поздно стал. Смотрю, ни голубей нету, никого, и мне грустно стало, я стал ходить по комнате туда-сюда. Да, никому ведь не мешаю, дверь закрыл, и пять минут. Методика такая у меня, я выговариваюсь. Ну, выговариваюсь и говорю, какой я несчастный, какой я такой, никому не нужен, никому я не нужен. Ну, и вдруг вспоминаю, что методика-то у меня прекрасна, если вы так будете делать. Когда вам трудно, возьмёте и начнёте выговариваться. Закройте только дверь, чтобы вам, как говорится, потом хуже не было. Чтобы вас не подумали, что вы тетю. Выговаривайтесь, выговаривайтесь, выговаривайтесь. Женщинам-то можно, они ворчат, а мужчин загружают, а мужчина-то не может ворчать неприлично, поэтому он ходит к психотерапевту. И там у психоаналитика лежит на кушетке, и всё выговаривает, выговаривает, выговаривает. А за это деньги платит. Потом домой приходит, жене говорит своей. У психотерапевта было. Она говорит, вместо того, чтобы деньги тратить, лучше бы детям туфли купил, там ботинки купил, там школу заплатил. Жизнь-то какая. А теперь есть выход, как выпустить пар. Теперь он может не платить психотерапевту. Психоаналитики и психотерапевты на меня сердиться не надо. Лучше научитесь методу ключ и учите других людей. А чтобы научиться, надо выйти со мной на разговор. Я не всех принимаю на подготовку как специалистов. Посмотрю ещё, что вы умеете, как умеете. И можете ли вы правильно преподнести метод, не закабаляя этим человека. Это очень важно, чтобы вы не манипулировали. Но вы хорошие люди, вы это понимаете. И поэтому выйдете со мной на связь. Напишите там в WhatsApp, хочу стать специалистом. А я вам скажу, какие условия. И технику безопасности. И всё прочее. А всё остальное у меня можно взять просто, свободно, бесплатно. Для личного использования. Итак. Этот ролик, который я сейчас вам дарю, потрясающий. Потому что теперь найден выход. Жена мужа поругала. Он деньги не тратит, не идёт в психоаналитику. А выговаривается, просто закрыл двери на пять минут. И ходит. И бурчит, и бурчит, и бурчит, и бурчит. Как женщина так и делает. Итак, друзья. Прекрасный ролик. Прекрасный выход из сложного положения. И поэтому меньше будут мужья пить. Потому что они же раньше снимали этот напряг алкоголем. А потом опять на них жёны. Они снимали это боем. А теперь будет меньше агрессии. Меньше войны, кризисов. Меньше давления будет подскакивать. Это шикарный ролик. Берите и пользуйтесь. И вообще приходите на вебинар. Да, я такое интересное покажу. Чего вы даже и не подозревали. А вы всё-таки талантливые. У вас вся внутренняя аптека есть. И все способности и таланты есть. Но не рисуйте, а занимайтесь. Другим делом мы там откроем ваши закрытые способности. О которых вы даже не подозревали. И тоже будете как Лермонтов, как Маяковский, как Есенин. Только потом стреляться не будете. Не надо будет. И они бы жили дольше. Если бы знали, метод ключ. До встречи, друзья.